Кандидаты в депутаты по-разному используют возможности предвыборной агитации. Об этом рассказала глава Центра избиркома Лидия Ермошина в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Наиболее активные претенденты на депутатское кресло в Минске, а также в Могилевской и Витебской областях. Пока еще маловато наглядной информации, листовок которой рассказывают о личности потенциальных депутатов. Но агитация на парламентских выборах только набирает обороты. Часть кандидатов выбыла из политической гонки по собственному желанию. Сегодня 509 человек осталось в списке тех, кто претендует на места в палате представителей. А в целом этот период электоральной кампании проходит без особых конфликтов. Кто-то из кандидатов ведет себя достаточно инертно, а кто-то проявляет активность, которая граничит с нарушением закона. Так используют возможности, которые даются для выбранной агитации. Пытаются использовать под совершенно иные цели, например, политические цели своей партии, что является недопустимым. Потому что все льготы даются кандидату для того, чтобы он обратился к своим избирателям. Прежде всего, как кандидат в депутаты, а не некий политический деятель, который решает какие-то, ну, может быть, вопросы, которые касаются не избирателей округа, а в стране в целом, ее внешней политики и так далее. Это недопустимо и, конечно, это будет пресекаться. В целом избирательная кампания, скажем так, идет без каких-то особых конфликтов, которые могли бы ее обозначить как скандальную. Я думаю, что она еще набирает обороты. За нарушение порядка ведения предвыборной агитации кандидат в депутаты может лишиться своего статуса. Пока таких случаев не было. Сегодня в эфире телеканала «Беларусь-3» стартуют теледебаты. По сравнению с прошлыми выборами в Палату представителей, интерес к участию в такой дискуссии со стороны потенциальных депутатов заметно вырос.